Боевики штурмовали позиции сил АТО в районе Смелого. Двое военнослужащих ранены. Об этом сообщили в пресс-центре АТО. Там отмечают, что бой длился несколько часов. Террористы пытались взять штурмом позиции украинских военных и от огня в ответ эти попытки захлебнулись. Взаимодействие личного состава блокпоста и подразделений огневой поддержки позволило удержать контроль над объектом с минимальными потерями. Боевики понесли значительные потери и отступили, говорится в сообщении. Кроме того, неконтролируемые вооруженные формирования продолжают обстреливать позиции сил АТО в районах населенных пунктов Дебальцево, Никишино, Кургана-Острая Могила и Авдеевки. Напомню, за минувшие сутки в зоне АТО погибли двое украинских военнослужащих и еще трое получили ранения. Об этом сообщили в СНБО. Как и в последние дни террористы продолжали нарушать договоренности о прекращении огня на отдельных участках. При этом активность незаконных вооруженных формирований на юге несколько снизилась. Основные действия боевиков локализованы вокруг Донецка и вблизи Дебальцево. Украинские военные отбили очередную попытку штурма аэропорта Донецка. Наши позиции на этом участке террористы дважды обстреляли из гранатометов, минометов и стрелкового оружия. И ситуация в Донецке остается напряженной. По сообщениям местного гурсовета, звуки залпов и взрывов сегодня раздавались в четырех районах. Ленинском, Ворошиловском, Куйбышевском и Киевском. Тем не менее, в городе работают все коммунальные службы и аварийные бригады предприятий. Уже восстановлено энергоснабжение шести подстанций в Петровском районе, однако обесточенными остаются еще 30, в основном в Куйбышевском и Петровском районах. Ситуация с продовольствием удовлетворительная. Служба безопасности Украины задержала диверсионную группу, которая планировала серию терактов на стратегических объектах и в административных зданиях Запорожской области с целью дестабилизации ситуации в регионе накануне внеочередных парламентских выборов. Об этом сообщает пресс-центр ведомства. В ходе спецоперации в Запорожье и Энергодаре сотрудники СБУ одновременно задержали трех диверсантов. В результате обыска у них изъяли две гранаты, 16 единиц холодного оружия, боевые патроны и электродетонаторы, 215 бутылок с коктейлями Молотова, комплекты военной формы без опознавательных знаков и символику террористических организаций. Также обнаружены химические вещества, компоненты, чертежи и инструкции для изготовления самодельных взрывных устройств. Открыто уголовное производство по двум статьям. Незаконное обращение с оружием или взрывчатыми веществами, а также террористический акт. Продолжаются оперативно-следственные действия. Незаконное обращение По словам Петра Порошенко, стороны согласились, что местные выборы на востоке Украины должны базироваться на законе об особом статусе некоторых районов Донбасса. И вот как глава государства прокомментировал первые итоги саммита. Мы договорились об определенном прогрессе на границе. И, скрестив пальцы, скажу, что договорились о мониторинге наблюдателями из ОБСЕ. Мы запускаем несколько пограничных пунктов на границе России с Украиной. Я надеюсь, что мы найдем возможность это сделать. И мы демонстрируем прогресс в освобождении заложников. А вот по решению газового вопроса сторонам не удалось достичь практического результата. Так прокомментировал Петр Порошенко итоги двухсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным в Милане. Лидер Украины отметил, что надеется на успех в переговорах по этому вопросу 21 октября в Брюсселе. Пока не удалось достичь практических результатов по газовому вопросу. Но мы надеемся, что перед встречей в Брюсселе делегаций из Украины, России и ЕС мы найдем решение энергетических вопросов. Я хочу также отметить, что мы согласились, что необходимо привлечь оборудование, включая видеокамеры, спутниковые системы, радары, которые помогут точно определить виновных в нарушении режима прекращения огня на Востоке. В свою очередь Путин в Милане заявил, что Москва готова пересчитать сумму долга Украины за газ с 5 миллиардов 300 миллионов долларов до 4,5 миллиардов. То есть газ, поставленный во втором квартале этого года, будут оценивать по 385 долларов за тысячу кубометров. В ходе дальнейших переговоров Украина не пойдет на компромисс в газовом вопросе в принципиальных для себя позициях. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Клинкин. При этом он надеется на прогресс в трехсторонних переговорах 21 октября. Дипломат отметил, что ключевым для нашей страны является и постоянство поставок голубого топлива, и обеспечение его устойчивого транзита через украинскую территорию. Газовый вопрос, по его словам, заключается не только в цене, но и в условиях поставок и объемах. На переговорах в Милане Петр Порошенко достиг ожидаемых результатов, так считает замглавы администрации президента Валерий Чалый. По его словам, все европейские партнеры поддержали более решительные шаги по прекращению огня на востоке Украины, закрытие границ и переход к нормальному развитию. Чиновник заявил, что важно было получить четкую солидарную позицию мира в поддержку нашего государства от Японии до Швеции, от Германии до Польши. Япония выделит Украине помощь в размере 7 миллионов долларов. Об этом сообщил премьер страны Синзо Абе. Такое предложение политик сделал в ходе беседы с Петром Порошенко на саммите в Милане. Деньги пойдут на восстановление инфраструктуры Донбасса, а также на приобретение медицинского оборудования. Премьер-министр Японии заявил, что Токио поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецка и Луганской областей вступил в силу. Документ опубликован в официальной газете «Голос Украины». Его накануне подписал президент Украины Петр Порошенко. Закон, срок действия которого рассчитан на три года, определяет механизм поддержки восточных территорий. Цель – создать условия для скорейшей нормализации обстановки и возвращения жителей в свои дома. И, кроме того, восстановить права и законные интересы юридических лиц. 141 уголовное дело по факту подкупа избирателей возбудили правоохранительные органы. Об этом в своем фейсбук заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. По его словам, наибольшее количество таких фактов зарегистрировано в Запорожской, Киевской, Харьковской, Одесской, Донецкой областях и в самом Киеве. По словам главы силового ведомства, цитирую, «вал нарушений по подкупу избирателей по всей стране растет, как снежный ком». Арсен Аваков требует пресекать и фиксировать факты нарушения избирательного закона. Он предупредил, что позиция МВД за покупку голосов будет жесткой, независимо от партийной принадлежности кандидата. А граждан призвал в случае фиксации факта подкупа немедленно обращаться в ближайшее управление внутренних дел. Министерство иностранных дел Украины направило в Россию ноту протеста по поводу издевательств над Надеждой Савченко. Об этом заявил спикер МИД Евгений Перебенис. По информации ведомства, в Московском центре психиатрии ее пытают. Украинскую летчицу перевели туда для прохождения экспертизы. При этом сама Надежда сохраняет спокойствие. Напомню, ее адвокат Николай Полозов утверждает, что его подзащитная подвергается насилию в институте имени Сербского. По словам юриста, условия для встреч с защитниками там ужасные и противоречат Европейской конвенции. Украинский омбудсмен Валерия Лутковская обратилась к российской коллеге Элле Памфиловой с просьбой лично встретиться и проверить условия содержания Савченко. В свою очередь президент Украины Петр Порошенко призвал Путина немедленно освободить украинскую летчицу. Международное рейтинговое агентство МОДИС понизило кредитный рейтинг России на один пункт. При этом, по оценкам агентства, федерация приближается к так называемому дефолтному уровню, от которого ее отделяют лишь две рейтинговые ступени. Причиной неблагоприятного прогноза агентство называет ухудшающуюся перспективу экономического роста России и усиливающийся отток капитала. Это связано с внешней политикой Кремля и поддержкой пророссийских боевиков на востоке Украины, а также с введением европейских и американских экономических санкций и падением цен на нефть. Представители российского правительства, в свою очередь, считают, что у международных рейтинговых агентств нет оснований для снижения суверенного рейтинга России. И вместе с тем рубль продолжает дешеветь. Несмотря на скачок нефти с экстремально минимальных показателей и надежды на улучшение политической ситуации, российская валюта вновь обновила минимумы. На вечер пятницы курс составил 41 рубль 15 копеек за доллар и 52 рубля 62 копейки за евро. И в то же время российский Центробанк по состоянию на октябрь уже потратил 13 миллиардов валютных интервенций на поддержку курса рубля. Напомню, на курсе российской валюты отражаются санкции Евросоюза против Федерации, падение цен на нефть и высокая инфляция. В Генеральной Ассамблее ООН прошли выборы. В состав Совбеза войдут Ангола, Венесуэла, Испания, Малайзия и Новая Зеландия. Они будут так называемыми непостоянными членами и начнут работу с 1 января 2015 года. Напомню, в Совет Безопасности ООН входит 15 постоянных членов. Еще 10 являются непостоянными и избираются каждые два года. Каждый год проводится замена пяти из них. Напомню, Совет Безопасности ООН – это орган, который определяет санкции против государственных нарушителей мира и безопасности, включая военные операции против них. Это вся информация к этому часу. Оставайтесь с БТБ и до встречи.